Славим и Господа! Великий день пришел с небес Победил в смерти воскрес Будьте все, Иисус живой Он живой, имей! Пришел, окреп жизнь подарил Мой Господь в небо путь открыл Будьте все, Иисус живой Он живой, Он живой Бог, этот день, лучший день Бог очистил и простил Бог, этот день, лучший день Нам всегда все изменил И теперь я стал другим Теперь стою я пред тобой В смирении говорю я твой Мой Господь, я навеки твой И радость наполняет твой Мое сердце, мир, днем и любовь Будьте все, Иисус живой Он живой О, этот день, лучший день Бог очистил и простил О, этот день, лучший день Нам всегда все изменил И теперь я стал другим И теперь я стал другим О, как велик тот день Велика цена Твоей любви к нам О, величайший день Великое имя Иисус О, этот день, лучший день Бог очистил и простил О, этот день, лучший день Нам всегда все изменил И теперь я стал другим Теперь я стал другим Теперь я стал другим Теперь я стал другим О, как велик тот день Велика цена Твоей любви к нам О, величайший день Великое имя Иисус О, этот день, лучший день Бог очистил и простил О, этот день, лучший день Нам всегда все изменил О, этот день, лучший день Бог очистил и простил О, этот день, лучший день Бог очистил и простил О, этот день, лучший день Нам всегда все изменил Теперь я стал другим Теперь я стал другим Теперь я стал другим Аллилуйя! Возвольте славу Господу! Иисус, мы славим Тебя за все, что Ты делаешь! Аллилуйя! Господь! Благословен Господь Бог, Твердыня моя, Научающий в битве, Научающий в броне Милость Твоя, Ограждение мое, Прибежище мое, Иисбавитель, На Тебя я уповаю, Тыщи Твой Господь! Благословен Господь Бог, Твердыня моя, Научающий в битве, Научающий в броне, Милость Твоя, Ограждение мое, Прибежище мое, Иисбавитель, На Тебя я уповаю, Тыщит мой Господь! Блажен народ, у которого это есть, Блажен народ, у которого есть вера, Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Валерий Курас Благословен, Господь Бог, Твердыня моя, Научающий битве, Научающий броню, Милость Твоя, Ограждение мое, Ограждение мое, Прибежище мое, Избавитель на Тебя я уповаю, Тыщит твой Господь. Благословен, Господь, Твердыня моя, Научающий битве, Научающий броню, Милость Твоя, Ограждение мое, Прибежище мое, Избавитель на Тебя я уповаю, Тыщит твой Господь. Благословен, Господь. Благословен, Господь. Поздадим славу Богу. Благословен, Господь. Мы величаем Тебя, Господь. Ты достоин всей славы, Достоин всей хвалы. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Возвеличим Твое имя, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты здесь, на этом месте. Ты верный Бог. Ты обещал быть там, где народ Твой славит Тебя. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие на этом месте. Слава, честь, хвала Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа. Народ Твой любит Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Боже. Аминь. Братья и сестры, это замечательное время. Замечательное время быть здесь. Хочу сказать, что кто еще не успел приобрести книги пастора Генри Мадавы, осталось две книги. Там несколько экземпляров книг. Можете приобрести их там, в нашем киоске. Я хотел бы сказать слово, которое все мы знаем. И это слово, как никогда, оно подходит каждому из нас. Это слово написано в Посланнике Евреям, 13 главе. Где сказано, что и так будем через Него, через Христа, принесить Богу жертвы хвалы, которые есть в плод наших уст, прославляющих имя Его. И дальше апостол пишет, не забывайте также жертвы благотворения и общительности, ибо таковые жертвы, они угодны Богу. Замечательно, когда мы собрались здесь все вместе. И это, я хожу вот, после собрания, в перерывах, хожу и смотрю, как люди общаются друг с другом. И это важно, чтобы церковь имела общение друг с другом. С разных церквей, братья и сестры приехали, нам важно иметь общение друг с другом. Знакомиться, благословлять друг друга, это важно. Иногда не хочется, но порой это на самом деле жертва. Надо прийти и служить. Есть еще жертва, о которой уже было сказано, это жертва благотворения. Будем служить нашими даяниями, Господу Богу нашему. Мы соберем сейчас еще раз пожертвования, и пусть Бог воздаст вам за ваше служение, за ваше милосердие, за ваше жертвенное сердце. Благослови вас, Господь, мы еще прославим нашего Господа. И сегодня в 4 часа у нас началось последнее служение с участием пастора Генри Мадавы. После служения он улетит, но завтра, если у кого-то есть возможность остаться здесь, пастор Анатолий Макляк из Казахстана приехал тоже с командой. Он будет служить завтра в церкви в 11 часов дня. Мы искренне рады, что есть такая возможность послужить и будет завершающая проповедь нашей конференции. Пастор Анатолий Макляк будет завтра проповедовать. Кстати, его книги тоже есть, можете приобретать там в киоске. Благословляем вас, будем жертвовать и славить нашего Господа. Аминь. Пустота в руках моих. Но эта красота изменит их для плана Божьего. Иисус, смотри, я встал. Наш жертвенник твой из жизни указал, идти за тобой, все во мне твое, все во мне твое. Зажигай, пусть мое сердце светит в темный край. Хочу сказать, я встал. Наш жертвенник твой из жизни указал, идти за тобой, все во мне твое, все во мне твое. Тебе принадлежу и отдаю все. В сердце моего, в сердце моего, в сердце моего, в дыхание моем. Все во мне твое, все во мне твое. Я воздушаю и отдаю Бог. Все во мне твое, в честь и доверуй себя. Я воздушаю и отдаю Бог тебе. Иисус, смотри, я встал. Наш жертвенник твой из жизни указал, идти за тобой, все во мне твое, все во мне твое. Тебе принадлежу и отдаю все. В сердце моего, в сердце моего, в дыхание моем. Все во мне твое, все во мне твое. Иисус, смотри, я встал. Все во мне твое, Иисус. Иисус, смотри, я встал. Наш жертвенник твой из жизни указал, идти за тобой, все во мне твое, все во мне твое. Тебе принадлежу и отдаю все. В сердце моего, в дыхание моем. Все во мне твое, все во мне твое. В сердце моего, 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 в сердце моего В Твоем присутствии, в Твоем присутствии, Господь. Мы ждем Тебя, мы ждем Тебя, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, мы ждем Тебя, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, 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 мы ждем Тебя Иисус, без Тебя мы никто, без Тебя мы ничто. Мы просто сосуды, пустые внутри, без Тебя мы никто. Без Тебя мы никто, без Тебя мы ничто. Без Тебя мы засохшие ветви. Без Тебя мы слышим, без Тебя мы слышим. Но собою скорей, прийди оживи нас, любовью своей. Без Тебя мы никто, без Тебя мы никто, без Тебя мы ничто. Мы просто сосуды, пустые внутри, без Тебя мы ничто. Без Тебя мы мечто, без Тебя мы ничто. Без Тебя мы слышим. 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 Продолжение следует... 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 Должен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Должен мне лишь ты, Иисус, Иисус. Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Нужен мне лишь Ты, Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Нужен мне лишь Ты, Бог. 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 Нужен мне лишь Ты, Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Нужен мне лишь Ты, Бог. Боже, мы так счастливы, что Ты наш Бог и мы Твой народ. Мы любим Тебя, Господь, мы любим Тебя, Господь. Нужен мне лишь Ты, Господь, 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 Господь. Нужен мне лишь Ты, Бог. А вечер уже? А вечер уже? Когда начинается вечер? Вот сейчас? Пять часов уже вечер. Это зимний вечер. А летом это же еще был бы не вечер. Вы знаете, у меня всегда есть одна проблема. Я всегда говорю, что у меня такая проблема. Я люблю людей. И вот побыл с Вами, теперь надо Вас оставить. Вот представляете, какое у меня будет обрезание происходить? Вы готовы к Киев поехать? Ну, давайте вместе заполним аэробус 320. Но я так рад, что я попал в Чемен. Вот сколько раз я приезжаю, каждый раз пастор Сергей хочет мне показать город. Я так боюсь, что однажды он мне покажет город и больше не вернусь. Всегда он говорит, я покажу город, я покажу. И не успеваю. Но слава Богу, потому что мы из-за Вас. Вы слишком жаждущие, слишком любящие Бога, что некогда город посмотреть. Аллилуйя. В 86-м году моя проповедь называется «Динамика Божьего призвания в твоей жизни». Слово «динамика» означает движение. То есть движение в определенные направления. Поэтому динамика Божьего призвания. В 86-м году, конечно, многие из вас еще не родились в то время. А в 86-м году я жил в Африке. Я понимаю, что для многих из вас это… Вы в шоке от того, что я когда-то был в Африке. Я вообще-то оттуда. Но в 86-м году я жил в Африке. А второй для вас будет сюрприз, наверное. Я на короткое время работал учителем математики в школе. Я люблю математику. История для меня это такое дело. Историю я изучаю, когда уже без дел. Нечем заниматься. А все мозговые занимаются математикой, инженерными делами. Производят чертежи. Вот там мозги. А философия для меня это такое дело. Для безделников я называю их наукой. Ну, выдуманные вещи, которые не строят ни буинги, ни самолет, ни машину, ничего. А мне нужно дело. Ну, не важно. Короче, я учил математику. И в нашей школе были клубы, школьные клубы для детей. А я руководил математический клуб. То есть, моя задача была учеников учить все математические дела, но и решать их задачи, которые они в классе не смогли решать. Да, вот. Я им помогал. Пытался объяснять математику более лучше, чем учителя. То есть, так на понятном языке взять вещи и сказать. Эта формула означает. Вот такое. Вот. Поэтому... Но я был крещен Духом Святым, христианин. А там был клуб христианский. И я был в клубе математический, и один глаз смотрел на христианский клуб. Что там происходит? Короче, руководитель христианского клуба уехал. Его перевели в другую школу. Он был учителем географии. И я заменил его. И когда я пришел в христианский клуб, я оставил математический клуб. И вот, что интересно, что произошло, что через два месяца все клубы в школе закрылись. Потому что все перешли в христианский клуб. Какой более интересный наш христианский клуб, что все перешли. И я начал проводить христианский клуб на стадионе. Школный стадион, потому что все туда перешли. Это впервые я начал подозревать, что я Богом призван. Это в школе. Потому что все школьники ко мне перешли. И учителя, и сам директор пришел последний на христианский клуб. Но второе, что произошло. Один из вечеров, там мы сгоняли бесов. Бес вышли с одной девушки. Бес кричал очень. И на следующий день я пришел. Я в школу, как обычно. Учительный. Как называется? Учителька. Или... Учительный. Там, где же учителя сидят. Как называется? Учительская. Учительская. Вот я пошел в учительскую. И рядом, возле двери стоят два мужчины с топором. Вот. А я вижу, они разговаривают с директором. Директор говорит, а зачем он вам нужен? Мы хотим рубить ему голову. Надо отрубить голову. Надо отрубить голову. Покажите нам его. А вы его знаете? Нет, мы его не знаем. Покажите нам все, что нам надо. И мы тут же на месте. Отрубим ему голову. И мы пойдем домой. И думаю, кого они хотят отрубить голову? И я вижу директора как-то пытаться мне показать. Проходи, проходи, проходи. Они говорят, директор, мы у других спросим у учителей. Наверное, они же знают, где Мадава. Потому что мы хотим отрубить ему голову. Я говорю, что я натворил? Почему меня хотят отрубить голову? Говорят, он должен умереть. А что он сделал? Вчера вечером он выгнал нашего дедушку. Который охранял наш род. Он его выгнал вчера. Надо отрубить ему голову. Ааа. Значит, я изгонял бесов накануне. Это вот и результат. Тоже тогда я узнал, что когда ты призван Богом, захотят отрубить тебе голову. Вот за один день столько откровений ко мне приходили. Третье, что я научился. Когда я... Это я случайно сгонял бесов в тот день. Случайно буквально. Я даже не планировал, но само. Но там были ребята из одной церкви. Они были главные пророки в той церкви. Вы представляете? Они пророки. Та церковь интересная была, что когда люди приходят на собрания, пророки, они проходят через пророки. И пророки определяют, грешил он в течение недели или не грешил. Вот такое. Вот. И эти пророки были у меня тоже в клубе. И вот один день я там провожу собрания, о себе молюсь. И через пророков начали проявлять бесы. Представляете? Первый раз я встретил религиозного духа. Дух, который якобы пророчески на самом деле ничего общего с Иисусом не имел. Я тоже был в шоке, потому что сколько в церквях я был, такого я не видел. Я думал, ой, это что это еще? А мне сказали, пастор Генри, брат Генри, тогда меня назвали просто мистера Мадава. Мистера Мадава, не изгоняйте это, это дух пророков. Если вы его изгоняете, их апостоли придут, вас убьют. Эти хотят меня отрубить голову за это, а тут апостоли меня побьют. Я сказал, хорошо, я их не трогаю. То есть они беснуются, а я их не трогаю. Боюсь, что придут за мною. Я этих не боялся неверующих. А вот эти церковные, я лучше решил лучше не трогать. И вот они их увели к своим этим апостолам, те пытались что-то с ними делать, ничего не выходит. Короче, они меня нашли и сказали, пожалуйста, помоги нашим людям. Я говорю, вы имеете в виду изгонять бесов? Он говорит, нету бесов, они пророки. Я говорю, хорошо, нету бесов, разберитесь с ними. Ну помоги им. Говорит, если я помогу, надо мне сгонять бесов из них. Нет, они наши пророки главные в церкви. Я говорю, тогда пожалуйста. Я говорю, в них бесы. Представьте, вся церковь была под контролем бесовских духов, которые контролировали всех через так называемую пророчесть, пророков. Короче, я выгнал всех бесов, и пророки перестали пророчествовать. И вот апостоли обиделись, что теперь пророка нету в церкви. Все мадава виноват. Вы не представляете, я столько такое наварил везде, что когда я уехал в Советский Союз, все сказали, наконец, слава Богу, он уехал. Но все произвелось так. Бог меня призвал. Я пошел на служение Рейнад Бонке. Наверное, вы слышали, такой евангелист. Я пришел, у него была палатка большая на 34 тысячи человек. И вечером было собрание. Я пришел поздно. Сижу в конце зала. Когда я зашел, группа порядка меня даже не встретили. Они посмотрели на меня. Чего этого встретить? Вообще, не было ничего важного вокруг меня, чтобы меня не встретили. Я сижу, и на сцене сидел Рейнад Бонке, Лорин Каннигом, молодой смеси. Сидел. Из Нигерии был проповедник Бенсон Айда Хоса, который воскрешал много людей из мертвых. Кеннет Копленд там был. И они на сцене. И в тот вечер проповедовал Кеннет Копленд. И когда он закончил проповед, он указал в самом конце, где я был. Как будто на меня указывали. Я знал, что не на меня, конечно, но как будто на меня. И он говорит, я говорю тебе, посылаю тебя к народам. Помажу тебя. Дам тебе силу и самое радостное, что я еще жду. Дам тебе много денег. И я сижу, думаю, какой-то счастливый человек есть. К нему Бог говорит. Конечно же, не я. Знаете, почему я уверен, что это не я? Потому что мой папа был алкоголиком. Как может Бог говорить сыну алкоголика? Я сказал, не может быть. Это какой-то сын пастора, какой-то сын бизнесмена, апостола, пророка. А мне, Бог ко мне не имеет дела. Кто я? Поэтому я встал, ушел домой. И я любил молиться много там возле реки, возле нашего дома. Я однажды молюсь и заснул. Ну, помолился пару часов, после чего устал. Меня учили слушать голос Божий. Сказали, ложись, отключи мозги полностью, и тогда будешь слышать голос Божий. А я отключил мозги полностью и заснул. Я не знаю, как у вас бывает. А я заснул. Короче, оно сработало. Я сплю, и ко мне пришел Иисус. И говорит, я с тобой разговаривал в палатке вчера. Я во сне сказал, не может быть. Вы представляете, какое у меня было неверие, что я прямо во сне Иисусу говорю? Нет. Не можешь со мной разговаривать. И он мне говорит, вот доказательство того, что это я говорил с тобой. Помни людей, которые сидели на сцене. И каждый из них, ты сможешь пожать руку каждого из них в той стране, куда я тебя отправлю. Ну, я записал. Рейнард Бонки, даже если было самое яркое имя. Бен Сойнадо Госса и Кринд Коплин проповедовал. Еще Лорен Каннигам. Я даже толком не знал, чем он занимается до конца. Я написал. Короче, все произошло так, что я прилетаю в Москву. Мне надо, я нашел через какое-то время, нашел стипендию изучать самолетов. Прилетаю в Москву, а либо надо было в Ригу отправить, там был институт авиации, или в Ташкент, Узбекистан, или в Киеве. Вот в советское время по эксплуатации самолета, обслуживания, они были в этих городах. Самое большое было в Киеве. Вот. А в Риге было меньше, но она тоже была. И вот меня держали в Москве долго очень. И в Москве я прилетел, у меня было четыре Библии, я успел их раздать в Москве студентам, которые без Библии прилетели. И начал проводить, я был в Москве две недели, и уже проводил, проводил группы. У меня была группа уже 20 человек. Это называется университетская гостиница. А потом мы решили все-таки меня в Киеве отправить. И я попал в Киев. И, короче, все этих людей, четыре, были в Украине. И я каждый из них пожал руку каждого. И я сказал Богу, оказывается, когда ты обещаешь что-то, ты всегда исполняешь. Когда Бога обещает, Он сделает. Скажи, Бога обещает. И Он сделает. Еще раз, Бога обещает. И Он сделает. Поэтому каждый раз, когда я провожу собрание, я говорю, Бог, ты мне обещал силу. Бог, ты мне обещал помазание. Про это есть денег не хватает. Бог, ты мне обещал деньги. Ты мне обещал то, я к Нему прихожу с тем, что Он мне обещал. И оно работает всегда. Моя первая проповедь в школе длилась пять минут. Пять минут, потому что две вещи произошли. Первое, за пять минут я рассказал все от бытия до откровения. И через пять минут больше ни о чем было говорить. Я всю Библию высказал. Я стою, думаю, о чем еще проповедовать. Я всю Библию уже рассказал. А второе, мой голос сел. Мне говорили, если ты харизмат, нужно кричать. Я так и накричал, что мой голос за пять минут исчез. И слава Богу, что голос исчез, потому что больше ни о чем было проповедовать. И при том, это было случайно проповедование. Я обычно приглашал хороших проповедников. Я сам не умел проповедовать. Я считал, что это не мое дело проповедовать. Я себя воспринимал, что я молитвник, молюсь за людей. А проповедовать – это дело других людей. И когда я пригласил один хорошего проповедника, он не появился. И в результате я вынужден был проповедовать мою первую проповедь. Пять минут. Так что, если вы попробуете проповедовать, получится шесть минут, и голос еще на месте, вы уже лучше меня гораздо. Значит, у вас большое будущее. Скажите, аминь. Вот я хочу сказать, когда Бог призывает, у Бога все его планы состоятся. Когда Бог призывает тебя, он призывает всего тебя. тебя означая тебя как личность все дары которые у тебя все таланты которые у тебя все образования которые у тебя все влияние которые у тебя все возможности которые у тебя всё что связано с тобою призвано скажите со мной амин min ой пастор гендапо меня призвал но это не касается мою работу, прошу прощения когда тебя призвал Бог Он призвал и твою работу ой пастор Генри у меня образование медицинское но оно ничего общего с моим призванием нет, когда Бог призвал тебя, Он призвал и твое образование тоже нет ничего твоего что Бог не учитывает когда Он тебя призывает пастор Генри а я женщина, самая красивая на свете ну молодец, что хотел быть, так ты думаешь но и это самое красивое на свете эту красоту тоже призвано вы знаете, я смеялся однажды читал историю, был такой проповедник Джон Уимбер он уже отошел к Господу Джон Уимбер, к нему в церкви покаялись группа моделей модели, что такое модели я не знаю, как это определение модели, это красивые женщины которые об этом знают и вот они покаялись приняли Иисуса крещение Духа Святого все и Джон Уимбер говорил используй все, что у тебя есть они говорят, пастор, у нас столько красоты мы красивые, мы это признаем а что мы можем с этим делать и Джон Уимбер создал бригаду бригаду красивых моделей что они делали днем они шли в парк их было человек, наверное, 6 или 10 и ходят в парк и вы знаете, как молодые ребята как пчели, да, набирались там в парке пытаться им то цветить, то что они красивые были на самом деле и когда собираются 20-50 штук, ну, имеется ввиду ребят ну, как мы их назовем 50, если бы это были птицы я бы назвал стая, да а 50 кавалеров это что это? 50 жерехов но у собстри есть слово я слышал какое-то слово пытаются ну, я их называю штук но вы не согласны 50 ну, ладно, 50 человек хорошо и вот эти модели они ждали 50 собрались потом они говорят ребята, вы хотите с нами познакомиться? да, конечно они начинают важничать там, кто исправляет что и эти модели они им говорили об Иисусе начали сгонять бесов всех этих людей их назвали модели эксусисти эти все кавалеры лежали кто на них язык как теперь разговаривает у кого бес выходит у кого что исселяется это были модели помазанные и люди начали бояться в парке ходить сказали там модели изгонять с тебя бесов вот смотри когда Бог тебя призывает Он призывал всего тебя скажите Бог призывает всего меня знаете, как обидно люди приходят в церковь имеют колоссальные возможности в обществе приходя в церковь они ведут себя как будто они тупые из тупых а при этом в обществе это блестящие люди это влиятельные люди Бог когда призвал тебя и этот блеск тоже призван он он часть тебя все твои духовные дары любое призвание есть определенные дары которые включены чтобы это призвание сработало но заметите Бог призывает всего тебя Бытие первая глава 26 стих по 28 Библия говорит так и сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и довладите а не над рыбами морскими 27 и сотворил Бог человека по образу своему вам вопрос из этого текста что создал Бог раньше человека или его миссия давайте читаем еще раз 26 стих и сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию и довладите над тем 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 27 сотворил Бог человека что раньше было создано миссия или человека миссия не человека сначала потом придумать чем ему заниматься сначала Бог создал миссию а потом появился человек на миссию которая уже была готова нету ни одного человека на этой земле который появляется и Бог не в курсе что с тобою делать сначала твоя миссия уже была создана а потом Бог тебя создал вот заметите что Господь Бог Он нас создал я сегодня утром поднял вопрос для чего мы живем и когда сестра крикнула что чтобы попасть на небо правильно смотрите как написано здесь книги экклезиаст 12 глава 7 стих написано так про человека и возвратиться праж в землю это 7 стих 12 главы чем он и был и дух возвратиться к Богу который дал его скажите мне откуда наш дух пришел от Бога где живет Бог на небе то есть Бог нас создал дух и отдал на землю так или нет то есть мы с неба пришли и вопрос задается какая наша цель жизни на земле на небо попасть мы оттуда и пришли получается если Бог нас на землю только для того чтобы попасть на небо то можно было бы на небо и сохранить мы оттуда от него и пришли раз он дал нас на землю наверное у него была цель чтобы мы на земле что-то полезного сделали вот поэтому к официанам вторая глава библия говорит 10 стих официанам 2 10 ибо мы его творения созданы во христе иисусе на добрые дела которые теперь слушайте русский язык сложнейший язык не для всех какие дела добрые которые он пред назначил замерите два слова в одно я не учитель русского языка но простите что на две секунды я буду учителем пред означает заранее назначил вы понимали что такое назначил предназначил заранее назначенные дела короче мне не надо придумать придумать чем заниматься есть предназначение дела это называется твое призвание призвание скажите со мной я призван еще раз что вы сказали вы сказали что вы призваны кем призваны господом богом скажи господ бог призвал меня бог разговаривает с авраамом и когда бог разговаривал с авраамом он он говорит авраам авраам это бытие там пятнадцатой главы бог говорит авраам сделай тебе отцом многих народов вот тринадцатый стих пятнадцатая глава бытия и сказал господ авраам знай что потомки твои будут прищелцами в земле не своей и поработать их и будут угнетать их четыреста лет о какой стране идет речь скажите мне Египте дальше четырнадцатый стих но я производю суд над народом у которого они будут в порабощении после сего они выйдут сюда с большим имуществом я вам сказал не люблю историю кроме в этом случае люблю сейчас будем считать по годам попробовать бог говорит четыреста лет они будут в порабощении и я произведу суд и выведу их с большим имуществом скажите мне знал ли бог кого он будет поселять чтобы вывести народа с Израиля с Египта знал бог или нет знал ли бог что Моисей в этом будет участвовать скажите мне да знал бог а теперь математика снова включается без нее нельзя четыреста лет они будут в рабстве когда они их порабощали это после Иосифа вы помните да появился фараон который не читал не почитал Иосифа или не знал Иосифа чтобы забыть государственные деятели по имени Иосиф который спас Египта надо было чтобы какое-то время прошло вы понимаете да давайте попробуем считать Авраам живет это 15 главы потом прошло около 25 лет родился Исаак ему было около 75 когда бог сначала начал с ним разговаривать потом родился Исаак когда ему было 100 так 25 лет родился Исаак пожил Исаак потом появился Яков жил Яков появились 12 его сыновья 12 сыновья и Иосиф попал в Египет они все попали потом в Египет и потом они все умерли и уже на 4 какое-то поколение пришел давайте посчитаем мы дадим Аврааму 25 плюс хотя бы 50 лет еще дадим ему что он прожил мы дадим ему в общем 50 срок времени потому что они совпадали с Иосиф с Исааком Исаак тоже даем 50 50 плюс 50 Исааков плюс 50 Яков год 150 плюс поколение после Иосифа вот тоже 50 дадим там 100 250 плюс 400 лет в рабстве это это хотя бы 650 около 70 700 лет и потом Бог выводит вы мне сказали знал Бог через кого через Моисея а Моисей родился задолго после Иосифа уже прошло 400 лет почти и тогда родился Моисей у меня большой вопрос кто был старше Моисей или его призвание кто был старше Бог упомянул о призвании Моисея почти за 700 лет до его появления то есть когда мама Моисей и папа Моисей друг друга там мигали или моргали или что там делали на молодожные встречи призвание Моисея уже ждал кто понимает призвание Моисея было старше Моисея когда я понял что мое призвание оно старше меня не я выдумываю оказывается моя задача найти свое призвание входить в нее и исполнить это призвание Божие твое призвание старше тебя Бог давно определил чем тебе заниматься вот я я вот представил однажды человек сидит дома заболел ему 101 год и шанс выжить мало лежит в больнице к нему пришли его дети внуки прощаются они все с ним а правнуки вы знаете как играют гоняют мяч дедушка умер еще нет когда умрет позови хорошо дети это дети они вообще и вдруг двери открываются шум большой и прибегали к кровати где лежит этому столетному его призванию все таланты которые Богом были посланы чтобы ему помочь всей ней все что он должен был делать и со слезами они говорят вы были посланы Богом чтобы через тебя реализоваться через тебя проявляться но ты нас не востребовал ни разу теперь ты умираешь нас закопают вместе с тобою навсегда мы больше не проявимся потому что мы должны были через тебя а тебя как зовут я твое призвание ты даже не вошел а тебя я талантик через которых ты должен был исполнять призвание а это это ящик дорог который Бог приготовил для тебя ты даже их не трогал и можно представить как меняется радостное лицо старика от радости горечи и печали прожил жизнь и не вошел в свое призвание и предназначение и такое печальное картину не позволяй чтобы оно с тобою когда либо произошло исполняй свое предназначение исполняй свое призвание потому что это то ради чего ты тюменский воздух дышишь скажи амин призвание это то ради чего ты родился знаете когда человек призван то что другим людям тяжело ему это вообще легко вот я слышал разговаривать какие-то женщины они себя девушки называют на самом деле женщины 55-62 какие вы девушки ну ничего девушки разговаривают и одна говорит другой как ты можешь жить с таким мужем я бы вообще ни на секунду не жила она поворач говорит потому что не тебя Бог призывал жить с ним а я призван на это поэтому я легко с ним живу скажите со мной призвание еще раз я вас не слышу вот я стою перед вами проповедую вы думаете что я много работаю да нет но это русская такая фраза когда не хочешь понять о чем думает человек да нет и да и нет одновременно да я работаю потому что я тут вхожу сегодня тренажерный зол я не был поэтому я хожу на сцене понимаете я тут занимаюсь спортом целый день прямо перед людьми в церкви представляете как физически устаю но проповедовать как я сейчас делаю это мое призвание что это такое что это такое оно для меня если я это делать не буду мне хуже будет кто не будет меня понимает вот молился за собрание за исцеление на первом собрании я забыл считать сколько людей вышли на сведерацию я обычно 10% обязательно должно быть по-моему было 10% оно было если мы еще 10 я молюсь еще раз чтобы заметили пастор а вдруг не исцелится никто не бывает такое потому что это мое призвание что это такое призвание однажды меня попросили в швеции по-моему проповедовать в баптистской церкви это было номер вот я и один епископ с украины баптисты мы вдвоем проповедовали это было я харизма если я хоть был 50 это было бы харизма и баптистский до сих пор он мой лучший друг в Украине епископ 50 иногда ко мне очень осторожно а баптист когда меня видит обнимает меня вообще как бы я его родной какой-то друг и вот мы стоим сначала он проповедовал потом я и меня просили но мы знаем что ты харизмат не возлагай руки на кого хорошо стой за кафедрой не уходи от него хорошо не маши руками хорошо вот я все сделал часто мне такие инструкции дают я однажды был в сакраме в церкви 50 вифания называется церковь большая церковь я пришел туда шесть братьев окружали меня пастыр генни стоят на одно место руки не махать библию открывать аккуратно и не махать библию хорошо короче мне дали инструкции что я забыл потом в конце что мне разрешили что не разрешили я даже библию ни разу не открыл открыл на всякий случай я думаю что правильно что неправильно я так стоял как солдат но вот библию церкви шведской и я закончил проповедь стою как мне просили я говорю сейчас будем молиться встаем на ноги все встали и я начал молиться господь я прошу слышу бум-бум кто-то кричит а я боюсь открывать глаза потому что я не знаю что происходит у меня глаза закрыли господь бум-бум еще какой-то шут а у меня глаза еще больше закрываются я закончил сказал аминь передал микрофон у пастора а мне любопытно что же происходило да оказывает дьякон упал на на собрание из него без начала выходить это баптистский церковь а я я решил повредничать отдал микрофон и пошел сел на своем месте как будто ничего не знаю а вот пастор ломает голову что дело с дьяконом да который там речит и кричит а я а я закрыл глаза такой прямо такое как называется святой какой-то стою голова потянута вперед чуть-чуть чтобы показать смирение на максимум и вот поэтому вы вы очень мало чего знаете это вообще а потом мне пископ до сих пор меня спрашивает но мадава что это было игра что а что это вот дьякон упал еще три человека взяли а чего он кричал я говорю я говорю а я причем я же стоял на стене я стоял на стене а вы меня не спрашиваете спросите у пастора у бога или у кого-нибудь точно потому что я никого не трогал они меня просили я стоял и до сих пор он говорит я теперь и подозреваю что что-то есть в крещении духа святого это главный баптист украины вот теперь я подозреваю что наверно в этом что-то есть это вот я когда-то был в краснодаре был в одной церкви тоже что ли вифания называется или как-то похоже или так они в палате какой-то собирают тоже вифания получается много вифания а я туда отправил моего помощника один гена его я что приди посмотрю на обстановку расскажи как пастора гене будет двигаться а гена приходит и он как раз гене будет молиться все будут падать как работа они все стали да а он ногу ставим и толкает да я не пара вот так будет но гена что ты натворил потому что когда я приехал собрался братский совет весь и горит пастор гене мы хотим с тобой пообщаться вечером хорошо и мы хотим что-то на вас возлагал руки а я же не в курсе что он натворил вот мы хотим я ну мы покушали и потом я возлагаю на них руки все прошло ну нормально он вроде бы и вот и хорошо прошел окажется вот они боялись а я пришел на собрание в палатке и вот и тоже такое меня просили что не надо на людей трогать это давно уже может тот же пастор еще если уже другой я не курс но они были в палатке тогда я помню стою и начинаем молиться и люди начинают ой не совсем нормальный когда я возлагал руки на братский совет декса ли не двигался вообще его братья декса ли это не карманы как это сказать это не карманы игрушка что я включаю выключаю понимаете это же если определенная атмосфера когда бог призывает скажите призвание моё вот когда я вы видите меня я состою я не мучаюсь я делаю ток чему я призван я сделаю этого даже когда никто не скажет спасибо никто не скажет амин никто не скажет молодец брат генри я все равно это делать буду если останетесь на земле вы один человек я вам буду проповедовать скажите самое призвание и вот замерите каждый из нас имеет от бога призвание скажите я имею призвание книга судей я хочу вам показать динамика этого призвание книга судей одиннадцатая глава книга судей одиннадцатая глава встречаем человека по имени и ефай с первого стиха я буду читать вообще-то по тридцать два но я все читать не буду я буду отрывки такие и ефай галадитянин был человек храбрый он был сын блудницы от галада родился и ефай и жена галадова родила ему сыновей когда возмужали сыновья жени изгнали они ефая сказав ему ты не наследник в доме отца нашего потому что ты сын другой женщины и убежал ефай от братьев своих и жил землетов и собрались к ефаю праздные люди и выходили с ним смотрите ефай родился через блудницу и когда жена галада родила сыновей когда они выросли они его выгнали у меня к вам вопрос заказал ли ефай у бога родиться через блудницу скажите мне виновен ли ефай в том что он родился через блудницу если идти путем виновен не виновен то галад виновен это он нашел блудницу а ефай просто родился мама ефай да ты знаешь что такое твоя мама моя мама она блюдница всегда есть такие люди любят сказать тебе все твои отрицательные моменты когда смотрю на ефая кажется обречен на провал мама блудница уважение в обществе к нему ноль ни во что его не ставят и за это следовало от братьев его отвержение уходи с нашего дома мы тебя видеть не хотим за что за то что ты родился через блудница я виноват в этом нас не интересует но когда мы встречаем ефай в конце он один из судей израиля вывод недостатки в твоей жизни с которых ты начал недостаточно чтобы помешать тебе когда бог тебя призывает то есть призвание боже гораздо сильнее любишь недостатков недостатков которым ты появился на этой земле скажи боже призвание сильнее я вас не слышу что вы сказали оно гораздо сильнее оно сильнее того что ты женщина оно сильнее того что у тебя три класса образования оно сильнее чем ты выросла в бедной семье оно сильнее того что ты из африки даже боже призвание когда появляется в жизни человека оно настолько мощное что все помехи не считаются когда призвание боже начинает двигаться через тебя ой скажите со мной я призван давайте как будто убежденные я призван состри вот только это час призванная все остальные братья а состри вы говорили во время когда не ваша очередь призвание 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 боже есть божественная гарантия божественная сила божественная поддержка божественные полномочия и неважно какие фиеверки дьявол придумает не переживай призвание боже сильнее любых фейверок. Да, поужинали, я вижу. Вы тоже на это призвали, наверное. Ужинать, ужинать. Но надо, слава Богу. Божье призвание. Поэтому, когда я иду в жизнь, и меня встречает угроза. Вы знаете, куда я иду прятаться? Своё призвание. Потому что я знаю, в этом призвании туда Богом вложена моя защита, моя сохранность, мой успех пройти любой барьер. Оно там находится. Поэтому, что бы ни стало, я одеваю одежду своего призвания и встречаю любой шторм. Я знаю, в этом призвании вложено всё, что надо, чтобы пройти. Братья меня спрашивала, пастор Генри, у меня такие неприятности. Мне кажется, вообще, я умру. Я говорю, слушай, ты призван Богом? Да. Чётко. Точно и чётко. Я говорю, всё. Закрывайся с Богом. Разговаривай с Богом. Пастись перед Богом. И Тот, Который Тебя призвал, Тебя и проведёт. Сказал, ко мне идёшь, я тебе не помогу. Я могу тебе там пупкорн давать тебе или что-нибудь посочувствовать. Но после тебе придётся к Богу и решать все вопросы. Потому что призвание твоё проведёт тебя. Это если ты его не потерял. Скажите со мной амин. И вот, смотрите, Иефа, его выгнали. Казалось бы, всё. До свидания. Вон отсюда. Это напоминает меня Иосифа, которые братья возненавидели его. Но вы меня ненавидите. Слава Богу. Но ваша ненависть не отменяет моё призвание. Ваше мнение не отменяет моё призвание. Ваша любовь или нелюбовь не отменяет моё призвание. Кроме если сам ты не отменяешь его. Скажите со мной амин. Никогда не позволяй мнение людей диктовать что может быть с твоим призванием. Я не даю вам лицензию быть бунтарями. Понимаете, дерзкие люди, которые везде шкодничают, начинают говорить моё призвание никто не помешает. Когда вы уже сами мешаете вашим поведением. Но заметите, в чистом виде Божье призвание остановить невозможно. И вот Иефа, он убежал. Потому что они его выгнали. И сегодня многие из вас вы позволили ваши негативы остановить вас. вы не имеете права. Вы призваны званием святым. И оно не зависит от того, кто у вас была мама. У меня папа вообще был алкоголиком. Так что, если пойти этим путём, надо было сказать, ой, папа мой алкоголик, в Тюмень не поеду, они меня не поймут. Между прочим, когда я стал пастором, двигаться в Боге, мой папа перестал пить. Я говорю, папа, что случилось? Как это ты освободился? Это очень просто, Генри. Я сплю днём и слышу голос. Ты будешь пить ещё, ты умрёшь. Я спрашиваю, а кто ты? Он мне не ответил. Но я понял, что это Бог. И вот с того дня мой папа больше не пил. он прожил последние 15 лет в своей жизни не пил ни разу. Он не прошёл 20 шагов освобождён от алкоголя. Нет. Он прошёл один шаг к свободе. Не пей больше. А кто ты? Нет ответа. Проснулся и уже трезвый на 15 лет. Когда Бог говорит, меняется всё. Скажите со мной, я призван Богом. И вот смотрите, что происходит в 4 стихе. Через несколько времени амманитяне пошли войной на Израиля. Во время войны амманитяне с израильчанами пришли старейшины голландские взять Иефай из земли Тов. И сказали Иефаю, приди, будь у нас вождём и сразимся с амманитянами. Иефай говорит старейшинам, не вы ли меня возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? А зачем же вы пришли ко мне и никогда вы в беде? Старейшине сказали Иефаю, для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошёл с нами. Они даже не извинились ни разу. Хоть бы сказали, прости нас. Замерили. Они выгнали его, но дари и таланты, умение воевать, которое было в нём, когда они его выгнали, они забыли забрать этих дорог. Не, они не забыли, они просто не могли. Вы знаете, что презреть кого-то не забирает у него Божьи дари, Божьи таланты. Я не знаю, есть ли здесь люди, которые красивые и тебя за это завидовали. Кроме меня, кто-нибудь есть ещё? Надо же вас как-то разбудить. Вот, вы понимаете, сколько не ревновали меня, не завидовали, какой ты красивый. Никто не забрал мою красоту ни разу. Мои глаза вот такие остались, мои чёрные брови ещё есть. Не выпал ни один. Пару раз, когда я расшёлся, был больше ничего. Всё на месте. Заметите, когда тебя не любят, твоё умение проповедовать останется. Твоё умение получить откровение останется. Твоё умение строить церковь останется. Заметите, оно не умирает от того, что кому-то не понравится. Корабль тонет только тогда, если корабль позволит воду попасть внутри. Могут шуметь вокруг тебя. Главное, не глотай ничего внутри. Скажите со мной аминь. Пустя, ну себе это маяяя. Только не глотай ничего. Не расстраивайся, не обижайся, не надо ненавидеть, прощай, люби, отпускай, благословляй, и так живи, и Бог увеличит тебя в жизни. Я люблю говорить такую фразу. У Бога есть дверь размера твоего призвания, который больше никто никогда не сможет открыть, кроме тебя. Когда они пришли к УЕФА, они попытались сражаться без него. Они попытались, они хотели, потому что это призвание с самого начала Бог вложил в жизни ИЕФА. Но они его не любили. Они думали, получится без них. Это дает мне такую уверенность. Если бы Бог, его мнение зависело от мнения людей, он бы сказал, ИЕФА не приняли, я отменяю его призвание в Галааде. Я вместо него найду другого. Смотрите, Бог не отменил. И вынуждены были прийти искать его. Вывод, Бог посвящен твоему призванию. Больше тебя даже и больше твоих братьев, он заинтересован в твоем успехе гораздо больше, чем кто-либо другой. Скажи, Бог за меня. Еще раз, скажи, Бог за меня. Скажи, Бог на моей стороне. Скажи, Бог желает моего успеха. Вы знаете, откуда пришло призвание? От Бога. Если оно провалится, чье имя прежде всего запачкается? Скажите мне, его он заинтересован, чтобы ты состоялся. Когда ты состоишься, прославиться его имя. Ведь призвание это его, он его родил. Пастор Генриш вот начал кричать, потому что мое последнее собрание. Через какое-то время уже буду сидеть в самолете и улететь. Через два часа, по-моему, сколько еще у меня осталось? А, три часа ровно. Через три часа ровно буду взлетать. Поэтому могу себе позволить чуть-чуть повысить голос. Есть двери в этой жизни. Размер твоего призвания. Второе. Когда понадобилось EFI, когда возникла проблема? Призвания Божьи решают определенные задачи. Твоя призвание есть задачи, которые ты должен решать. Призвание не дается для того, чтобы я стоял здесь на сцене и сказал, какой же я важный. Вот, смотри на меня. Не ради этого призвание приходит, чтобы решать конкретные четкие задачи. Сегодня уйдут домой многие люди, которые пришли болными, уйдут домой здоровыми. Причина призвания сработало посреди нас. Если призвание твое не решает задачи, ничего не делает, быстрее ты не тем занимаешься. Вообще-то человек, успех его меряется тем, какие задачи он решает. Кто решает маленькие задачи, он важен в нашей жизни? Ну, чуть-чуть. Кто решает большие задачи, он важен в нашей жизни много. Когда церковь решает задачи общества, то для общества церковь значит много. А если церковь ничего не решает в обществе задачи, то церковь для общества ничего не значит. Хорошие они Да, мы слышали. А вам помогают? Нет, вообще ни в чем. Ничего, вообще ничего. Для нас они есть или нет, одинаково. То есть, получается, как нам быть на хорошем счету сообществом? Как Немия. Он сказал, когда Санавалач Товия узнали, что пришел человек, который пришел, чтобы заботиться о городе, благо о народе. Это Немия 2.10. Они узнали, что пришел человек, который пришел заботиться о народе, и они расстроились. Они знали, как только он позаботится о народе, народы прилепятся к нему. Это же по этому принципу построенный бизнес. Решая большие вопросы, тебе дают большие деньги. Правда же? Решая маленькие вопросы, тебе дают маленькие деньги. Короче, в этой жизни тем больше решаешь вопросов, тем больше тебя ценят. Не бойся проблемы, не бойся вопросов, не бойся трудностей. Тем больше ты решаешь, тем важнее ты. Не убегай от трудностей, не убегай от проблемы. Для этого Бог тебя призвал, чтобы решать вопросы, а не убежать от вопросов. Это я когда смотрел мультики. Вы в мультике смотрите или нет? Я в детстве не смотрел мультики. У нас телевизора не было. Поэтому все мои мультики смотрю сейчас. разу полгода сижу смотри мультики. И когда мои дети были маленькими, я иногда сидел с ними смотри мультик. И был такой мультик. Им пришло какое-то пророчество, что придет герой, и он вам поможет победить дракона, который съедает людей в деревне. И пришел мультик. Ты герой? Да. Ты нам поможешь? Да. О, они там поют песню. К нам пришел герой. И приходит дракон. И первый, кто начал убежать от дракона, это герой. Они сказали, как же герой убежал? Тогда кто нас спасает? И они решили, ну раз герой убежал, давайте мы сами себя защитим. И они обнаружили, что оказывается могут победить этого дракона. Потом они сказали герой, спасибо тебе большое, что ты убежал от дракона. И тем помог нам понять, что мы способны победить дракона. Вот, хочешь быть большим героем, решай вопросы. Не убегай от твоего дракона. Решай. Давид, да, на чего ты претендуешь? На царя Израиля. Хорошо, на тебе Голиаф. А он же ребенок. Мы понимаем, что он ребенок, но он призван быть царем. Если ты призван быть царем, ты должен встречать Голиафа. Ребенок, не ребенок, ты призван. Не убегай, а встречай. Никто больше не делает. Правильно. Не должны быть жить два царя в стране. Один. Значит, ты должен встречать этого дракона сам, победить, потому что ты претендуешь на царя. Я в восторге от Давида. Он прямо в лицо шел к Голиафу, а перед этим к медведю, к льву. Иефай, они ему говорят, приди, пожалуйста. И он пошел с ними. Говорится в одиннадцатом стихе. И пошел Иефай старейшин Голиафскими, и народ поставил его над собой, начальник вождем, и вождем. Иефай произнес все слова перед лицем Господа в Масифе. Смотри на Иефай. Он выгнан из дома. Откуда он узнал, что можно рассказать Богу? Я теперь понимаю, все это время, когда он был сам, Иефай развивал отношения с Господом. Любое призвание нуждается в Боге. Без Бога, который дал тебе призвание, твое призвание высохнет. Оно перестанет быть. Оно от Бога пришло и нуждается в Боге, чтобы оно состоялось. Призвание люди должны искать Бога, как никто другой. Потому что это призвание нуждается в небесной воде, в небесной кормлении, в небесной силе, только в Боге твое призвание состоится. Скажите со мной, только в Боге мое призвание состоится. Скажи, я призван, поэтому я должен искать Бога больше других. А почему надо искать Бога больше других? Потому что ты призван. чтобы это призвание состоялось, надо искать Бога больше других. Скажи да, аминь. Я говорю людям в Церкви Победы в Киеве, я говорю, если вы видите, что я занят проповедями везде, не жалейте меня. Для этого я родился. когда ребенок пьет молоко, я его не жалею. Это для того родился. Когда я пил молоко от моей мамы, я ее не жалел. Для этого она родилась, чтобы меня кормить. И у нее было все, что надо, чтобы меня кормить. Если она мне не давала молоко, я знал, как что ты нарушаешь то, ради чего ты живешь, кормить меня, дай молоко. Меня от молоко мне было полтора года. Мама уже сказала, ты здоровый дядя, что тут молоко? Ну ладно, пей молоко. Однажды папа уже надоело было. Он взял горькое что-то, помазал грудь матери. Ну дай ребенка молоко. Папа уже добрым стал наконец-то. А я не знал, что это все игра. Я прибежал. Сказали, молоко мама уже не хочет. Я поверил и до сих пор верю. Так отучили менять молоко. А я бы пил не знаю до какого времени. Я говорю, если вы видите, что меня атакуют за мое призвание, не жалейте меня. Поддержите конечно, но для этого я и призван. Скажите Амин. Я не говорю, что когда нападает на вашего пастора, надо закрыть глаза. Нет. Вы как церковь, где он пастор, вы призваны помочь ему проходить вместе с ним. Скажите со мной. Пастор Сергей, мы признаем твое призвание. Нет. те, кто признает, должны это говорить. Кто не признает, лучше молчите. Еще раз скажите. Пастор Сергей, мы признаем твое призвание. Мне понравилось, увеличивается с каждым разом количество. Давай еще раз скажите. Пастор Сергей, мы признаем твое призвание. Между прочим, кто из вас дал подарок своему пастору? Я вам дал шанс до сегодняшнего собрания. Кто показал свою любовь к пастору в деле? Аминь. Один, два. За эти два дня, которые я просил. То есть, получается, мои проповеди, я просто здесь старотерю, да? Смотрите, как вы реагировали на подарок пастору нол. Ну, раз, два, три, там, четыре. То есть, такая же реакция на все остальное, что я учу вас. А как вы скажете, нет, если видимо я, я не вижу ничего. А как я поверю, что все остальное вы принимаете всерьез? А кто на этом собрании принес свой подарок, но еще не успел подходить к пастору? Подойдите, пожалуйста. Прямо сейчас. Пастор здесь, вы здесь, подарок здесь. Это называется один плюс один. Хотя бы пусть кто не успел еще принес подарок, но не успел к пастору подходить. Есть кто еще-нибудь? Кроме этой одной женщины. А кто прямо вспомнил только сейчас, до этого? Да, можно подходить, я разрешаю. Это часть проповеди, не обижайтесь. Это часть, это вот конспектируйте эту часть, потому что это часть проповеди. А, не ко мне. Надо к нему. Когда? А дайте еще вот это, от моего имени. Хорошо? Слава Богу, хорошо. Хорошо. Это наше совместное производство к пастору. Все-таки женщины хитрые. Она хотела мне, а не ему, да? Но пусть вас Бог благословит. За то, что вы благословили своего пастора. А, а этот пастор, смотрите. А этот пастор сделал, чтобы вы меня слушали. Вы поняли, да? Поэтому надо его благословить. О, еще кто-то подходит. Молодец. Правильно. Может, кто-нибудь еще хочет. Она подошла уже, благословит жену пастора. Может, что-что? Не, я тебя игнорирую сейчас. На две минуты. Я сейчас вообще его не вижу. Я вижу вас. Просто я хочу, чтобы Бог вас благословил. Он смущается. Это значит у него смирение. Мы очень благодарны. Спасибо, пастор Сергей, за пример. Но все равно мы благословляем тебя. Есть кто-нибудь еще желающий благословить своего пастора? Кроме этих двоих человек, которые подходят. Получается, в следовании этой церкви только одна женщина сейчас подходила. А это был побочный эффект. И поэтому, а из церкви есть кто-нибудь? Вы меня поражаете. И вы хотите, чтобы я вернулся в вашу церковь проповедовать? С таким отношением к пастору? Не, вы даже не подумайте. Подойдите тогда. Подойдите, пожалуйста. Это пастора нужно уважать, почитать. Вы что? А я не смогу к вам вернуться, если вы так относитесь к пастору. Вот, молодцы. Вот пастор Сергея, некоторые стоят и проверят, что же ему там дают. Надо проверять. Не ваше дело. Вы не пастор. Вот. Пожалуйста, разрешаю. Он смущается, но ничего. Лучше, чтобы смущался от нашей доброты, нежели воздыхал от нас. Вот. Поэтому я подожду еще один человек. А, вы уже были, да? А, вы делаете тихо, молчо. Он хорошо, молодец. Вот. Слава Богу. Есть кто-нибудь еще, кто хочет пастор? Я хочу заканчивать свою проповедь, но еще не хватает количества людей, которые к пастору. Мне нужно хотя бы два человека еще, которые к пастору подойдут и как-то благословить его. Еще два человека. Даже если вы соберетесь завтра ему принести, но сказать ему сегодня, чтобы он уже записал в блокноте, что вы завтра придете. Да. Надо, чтобы он слышал это. Слава Богу. Еще один человек. Еще один человек. Еще один человек. Один человек. Один, 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 один. Слава Богу. Я уже начал думать, где мужчины дома, да? Одни женщины идут благословить пастора. А мужчины не вижу. Слава Богу. Вот. Объятия это не хватит. Значит, завтра что-то принесет. Да, брат? Да. Я сейчас прекращаю. Я послушный. Пастор сказал, прекращай. Я подожду еще одного брата и все. И прекращай. Спасибо вам большое. Аллилуйя. Слава Богу. Скажи, пастор Сергей, мы тебя любим. Мы с тобою. Мы стоим с тобою. Скажи, до самого победоносного конца. А вы знаете, что такое конец? Когда Иисус вернется назад. То есть навсегда. И все сказали, аминь. Это вы подняли руки, выходите. Как каждому. А я прохожу. Это не один шаг. Я же прохожу по Иефаю. Иефай используй, чтобы объяснять. Брать Артем. Да? Тимур. Тимур. А, Тимур и Артем не одно и то же. Надо же такое. Иефай говорил все время с Богом. Скажите со мной, аминь. И когда они пришли к нему, будь нашим вождем, он это все пришел к Богу и рассказал. Это вот почтение того, кто дал призвание. Твое призвание. Между прочим, другие пастыря, которые пришли сюда на конференцию. Вы столько печались в этой конференции. Мне кажется, логично поблагодарить пастора Сергея. Просто сказать спасибо пастору Сергею за конференцию, которую ты так организовал. Спасибо тебе большое. Правда логично или нет? Да. Слава Богу. Он смущается. А я его игнорирую. Я все равно улетаю через два часа. Зачем я это делаю? Оно не мне надо. Вы меня понимаете, да? Оно вам нужно. Скажите, нам это надо. Церковь это не какой-то корпоратив. О, пастор, расскажи нам, какие церкви тебе дали? Мы будем вычитывать твоего зарплаты. Нет. Вы что? Пастор в церкви, другое его имя в церкви называется Папа в доме. Аж все замолчали, как на гробу. Где находятся ваши гробы здесь в городе? Пастор это Папа в доме. Вы прямо, Господи, сели эти аминь во имя Иисуса. Пастор, Папа в доме. Пастор, ты молчи, ты слишком громко. Случайно ты не сын? А, вот, ты молчи, пожалуйста. Я хочу других. Ты его сын? А, вы слышали, он прямо такой аминь говорит, что аж без него. Пастор, Папа в доме. Аминь. Братья, Пастор, Папа в доме. Аминь. Состы, Пастор, Папа в доме. Аминь. Братья, вы поняли, как надо? Аминь. Вы понимаете? Когда я проповедую, если я что-то ловлю в духе, разрешите мне делать. Оно иногда освободит гораздо больше, чем самопроповед. Иногда есть твердения, которые надо разрушить в церкви, которые мешают церкви двигаться, как положено. Пастор, мы его на работу не взяли. Это Папа, который нас родил. Опять вы вернули к своему балному. Аминь. Ладно, я отойду. Я вижу, я вас переломаю. И потом вы скажете, помнишь, к нам приехал этот, как его зовут? Короче, нас ломал. Скажите со мной, Пастор, это Папа в доме. Скажи, мой Пастор не работает у меня. Скажи, это Папа, который меня родил и меня воспитывает в Боге. А вы вообще любите своего пастора или нет? Скажите, мы любим своего пастора. Еще раз. Вот я это сейчас не слышу. Вообще я хочу слышать. Вы любите своего пастора? Скажите, мы любим своего пастора. Молодцы. Генри Мадава, что ты делаешь? Я делаю свое призвание. Когда я делаю свое призвание, не мешайте. Когда что-то в духе ловлю, мне надо его сломать. Если я уйду, не сделал, мне потом плохо. Потом Бог ко мне претензий будет иметь. Вот поэтому надо любить своего пастора. Сейчас я вам дам следующий пункт в истории Ефай. Все лидеры ячейки, скажите, мы любим своего пастора. Молодцы. Группа представления, скажите, мы любим своего пастора. Теперь понятно, почему вы поете. У вас голоса. Молодцы. И все, какие еще служения здесь есть? Миссионерские. Скажите, мы любим своего пастора. Так, а все остальные, кто в каком служении? Говорите, кто? Детская. Скажите, мы любим своего пастора. Молодцы. Кто еще из служения любит своего пастора? Молитвенник, скажите, мы любим своего пастора. Молодцы. А кто еще? Да. Скажите, служение арфи, мы любим своего пастора. Да. Вы прямо как алфа без омега. Кто еще? Какое еще служение здесь? Это все служения в церкви или какое-то еще? Молодежка, слушаю вас. Хорошо. Кто еще? Грубо порядка. Раз, два, три. А что вы стеснительны? Еще раз стоя. Грубо порядка. Встаньте, пожалуйста. Так, скажите громко. Раз, два, три. У меня к вам вопрос. Если кто-то начнет говорить плохое о вашем пасторе, которого вы любите, какая должна быть ваша реакция? О, я всегда так и знал. Как вы должны реагировать, скажите мне? Защищать. Это мой пастор. При мне такой глупость. Не говори. Вы меня слышите, да? Вы меня слышите? Скажите, это мой пастор. Скажи, при мне такую глупость. Не говори. Молодцы. Так, теперь я отвечаю на ваш вопрос. Теперь атмосфера позволяет. Если то, что я сейчас только что сделал, тебя злит, тебе нужно освобождение. Да. Да. Это у меня в конспекте нету. Честно признаюсь, нигде нету. Это просто, знаете, я уловил в духе. Оно это надо. И он нужен в вашей церкви. Слава Богу. Братья, я забыл. Вы сказали, что вы любите пастора или нет, братья? Давайте еще раз. Раз, два, три. Мы любим своего пастора. Армении, кто у вас братский совет или кто там руководитель? Кто они? Как их называют? Как? Не, не, слава Богу. Молодцы. А вот как ты и другие помощники? Есть такие помощники? А где они? Ты? Они везде. Все помощники пастора везде, где вы есть по всему миру? Последняя группа. Это самая... Я их попрошу встать. Сказали, вы везде. Помощник пастора. Встаньте все. Так. Вы все встали, да? Молодцы. Отлично. Подождите, еще заходят из зала, из фойе. Я так рад, когда помощник приходит, наконец, на проповедь в конце. Так. Теперь. Еще есть фойе, да? Или они все уже есть? А вот. На балконе некоторые. Хорошо. О, молодцы. Давайте мы с вами, мы ключевые люди. Ваши слова в духе сделают чудеса. Вы меня понимаете, да? Скажите, пастор Сергею, мы тебя любим. Мы тебе посвящены. Мы обещаем верно служить Богу. Вместе с тобою. Исполняя твое видение. Доверяя тому, что Бог тебе говорит. Во имя Иисуса. Аминь. Все, пастор Сергей Каюс. Я уже больше не... Я закончил эту часть. Он меня просил больше не делать. Я послушный. Все. Я же не бунтарь. Я послушный человек. В 12 стихе. Судья 11. Я закончу скоро. Этот Иефай говорит. Он написал письмо амонитянам. Говорит. Что ты пришел ко мне войною? Что я тебе? Он говорит. Израил, ты взял мою землю. Говорит. Нет, я не взял твою землю. Когда Израиль проходил из Египта, Иефа еще не было. Но он берет ответственность за Израиля, как будто он Израиль. Заметите. Чтобы войти в свое призвание, надо учиться, брать на себя ответственность. Скажите, ответственность. Я вас не слышу. За что ты берешь ответственность, то Бог тебе и даст. Никакое призвание от Бога приходит к тебе, но в конце тебе нужно из-за призвания, из-за народа взять на себя ответственность. Израиль проходил, не Иефа и ходил. Вообще еще тогда его не было. Но получается, он берет ответственность за весь народ. Когда Бог нас призывает, Он хочет, чтобы мы научились брать на себя ответственность. Скажите, ответственность. Иефа брала ответственность. И помните, твое призвание решает вопрос. Когда я не знаю, куда Бог меня призывает, я смотрю, что я решаю. Два, какие вопросы у меня решаются, это и есть мое. Два, как Неемия, что вызывает у меня слезы. Неемию рассказывали про состояние Иерусалима. Он заплакал и начал молиться. Почему? Это его. Скажите, это мое. Иефа написано в 29 стих, 11 глава, 29 стих. И Библия говорит, что и Дух Господень был на Иефае. Скажите, Дух Господень на Иефае. Скажите, любое призвание нуждается в силе Духа Святого, чтобы это призвание состоялось. Смотри, на кого был Дух Господень. На Иефае. Не на призвание, а на Иефае. Призвание есть. Но когда Дух Божий с тобой работает, тогда твое призвание работает. Нам нужно помазание Духа Божьего. Поэтому нужно искать Бога всегда. Дух Господень был на Иефае. 32 стих. Израиль идет воевать вместе с аммонитянами. Аммонитянами или как. Смотрите, что происходит в 32 стихе. Там говорится, кому Бог отдал аммонитянам, в чьи руки? Скажите мне. В чьи руки? Кто-то сказал, руки Бога. Раз там написано. И пришел Иефае к аммонитянам, сразиться с ними. И передал их Господь в руки кого? В руки кого? В руки кого? Стоп. Сражался только Иефае или нет? Нет. Весь Израиль сражался. Но победа была благодаря Иефае. И победа была передана ради Иефае. Вот пастор Генри, я член этой церкви. Молодец. У меня бизнес. Вообще Бог у меня благословит. Молодец. У меня получается. Молодец. Я вообще молодец. Нет. Это благодаря тому, что ты находишься в церкви. В Доме Божьем. И не забывай Дома Божьего. Скажите со мной аммин. Заметите, Бог дал аммонитяне в руки Иефае. Алексей. Заметите, что когда Бог тебя призывает. Когда Бог тебя помазывает. Вот Моисея есть, Бог дает в руки Моисея. Елисей. В руки Елисея. Самуил. В руки Самуила. Иефаи. В руки Иефаи. Вот призванный человек. Бог с ним и работает. Скажите со мной амин. Вот я здесь был с вами эти дни. Много чего происходило. Многие из вас, вы еще не заметили до конца, что произошло. Многие вещи в вашей жизни поменялись. Но разница теперь от Еефаи в том, что вы видели, что я здесь делал, в Новом Завете, оно остается с вами теперь. И делайте то же самое. Твое призвание состоится. Скажи, мое призвание состоится. Еще раз скажи, мое призвание состоится. Давайте мы все встанем. Аллилуйя. Подними свой голос. Молись за своего призвания. Молись за свое призвание. Молись за свое призвание. Молись за свое призвание. Кондария Маша Камандория Маша Камандория Маша Камандория. Молись за свое призвание. За свое призвание. Выйдите на сцену, чтобы вы там не разговаривали. Лучше вы на сцену. Здесь вы не будете базарить. Спасибо тебе, Иисус. Кондария Маша Камандория Маша Камандория. Молись за свое призвание. Молись за свое призвание. Молись за свое призвание. На Тебе великое призвание Большое призвание от Бога Кондария Маша Командория Масокория Киндория Маша Командория Боже, мы благодарим Тебя за святое призвание в нашей жизни Во имя Иисуса Кондария Маша Командория Кондария Маша Командория Теперь молись за призвание Боже на вашу церковь на вашу церковь есть божье призвание на вашу церковь молись за божье призвание на вашу церковь на вашу церковь как на каждого из нас есть призвание так на всю церковь 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 контрольной я Марса полкомандыр я он подаримHello kon樿 сміток мандария масло коль я Молиза свою Церковь за 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 свою церковь во имя Иисуса кон дарols assộп о μποрея кон дарьяша марша командария масса командыр я которе а масла командование маслаた командование оао масла к автоматике вот я благодарю тебя после я поклонять все дайте молись за слайел случай я внутри церкви за свое служение внутри церкви canal п英о внутри церкви фае я вернулся Twondorya нашел попали он сам пожертв it's Dora somos плохого фаргала Боже, я благодарю Тебя за это святое призвание на Твой народ, за святое призвание на Твой народ, за святое призвание. Боже, я молюсь за каждое призвание, за каждое призвание в народе. Боже, сегодня я иду против всяких дьяволских нападений на Божьего призвание во имя Иисуса. Все барьеры падают именем Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы это призвание, оно раскрылось во имя Иисуса. Боже, те дари, которые Ти дал для проявления призвания, чтобы они раскрылись во имя Иисуса. Боже, помазание Твое на исполнение призвания, чтобы сошло на каждого человека во имя Иисуса. Я хочу, чтобы ты поднял свой голос. Боже, помажь меня на исполнение призвания мое. Боже, помажь меня на исполнение мое призвание, на исполнение мое призвание, на исполнение мое призвание. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Кора Маса Командория, Боже, помажь нас, помажь нас на исполнение призвания, на исполнение призвания, на исполнение призвания. Боже, высвободи Твою силу, Твою помажь нас, Твою силу, Твою помажь нас, Твою силу, Твою помажь нас. Кора Маса Командория, Боже, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы любим Тебя, Господь. Киндория, Маса Командория, Маса Кория. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Господь. Буквально одна минута еще. Если Тебе там залит, и Тебе болеешь в Твоем теле, еще болеешь, подними свою руку, подними руку. Кто болеет? Все, кто вокруг, посмотрите вокруг себя. Если вы увидите, чья рука поднята, возложите руку на него, возложите руку на него, возложите руку на него. Я хочу, чтобы вы заметили, что помазание теперь уже на вас. Помазание на чудеса уже на вас. Просто возложи руку на него. Возложи руку на него. И начнешь говорить, болезни, уйди прямо сейчас. Со властью говори. Болезни во имя Иисуса. Я приказываю Тебе, уйди, уйди. Скажи сейчас. Во имя Иисуса. Со властью говори. Со властью говори. Искуда падает, от силы Божьей, поднимите его. Со властью говори. 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 Во имя Иисуса. Сила Божья теперь уже работает через вас, через вас, через вас, через вас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, Иисус. Всякая болезнь, всякая немощность, да исчезнет, да уходит. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Давайте вместе скажем, спасибо Тебе, Иисус. Пустили ваши руки, пожалуйста. Я хочу просить, все, кто болел прямо сейчас до начала молитвы. И за вас помолились, и вы, что-то с вами произошло. Вы ощущаете изменения. Там на месте, где вы, просто машите руками своими там. Машите руками своими там. Машите, я хочу видеть, я хочу, чтобы все видели. Смотрите, смотрите, это не я молился на этот раз. Это вы помолились, все раз машите руками. Машите две руки, чтобы все видели. Смотрите, это уже не я молился. Это уже вы. Потому что это уже помазание. Оно на вас. Когда вы придете домой, молитесь на все, что дышит. На все, что ходит. И это помазание начнет через вас работать. Для чудеса. Во имя Иисуса. Еще раз машите руками, кто получил селение от Бога. Слава Богу. Смотрите на это. Давайте мы дадим Господу обладисменте за это. Это уже через вас. Это уже через вас. Это уже через вас. Это уже вы это сделали. Бог через вас. Потому что вы призваны. Скажите, я призван. Еще раз, я призван. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Еще раз бурный аплодисменте Иисусу. Слава Господу. Слава Господу. Бог вас да благословит. Двигайте свое призвание. Исполняйте свое призвание. И Бог вас благословит. Спасибо, дорогой пастор Генри. Давайте его поприветствуем. Генри, самолет 8.05. Поэтому надо собираться. Дорогие мои, братья, сестры. Я просто пару слов скажу. Я так много лет разбивал учение, что пастору поклонялись, как идолу. Я у шведов этого много насмотрелся. Поэтому, как сказать, не считаю, что надо пастора обожествлять. Но вместе нужно делать дела. Понимаете, о чем я говорю? Я много лет против того, чтобы пасторов супер им поклонялись вообще. Поэтому, но трудиться вместе – это одно. Обожествлять пастора – это другое. Не надо так делать. Поэтому я так сидел, смущался, потому что я 15 лет это разбивал. Когда нас учили в свое время, нас учили пасторам поклоняться. Это не совсем правильно. А вернее, это вообще неправильно. Вот поэтому я и говорю о том, что для меня очень важно, чтобы церковь любила Иисуса Христа. Если церковь будет любить Иисуса Христа, то тогда будут выстроены правильные отношения везде. Поэтому я благодарен очень вам за то, что вы приехали. Я очень благодарен вам за то, что вы были, приехали многие очень издалека. Даже с Москвы к нам прилетели. Вот. И слава Богу за то, что вы есть. Ура, товарищи. Аллилуйя. Давайте поблагодарим Господа. Пожалуйста, храните то, что имеете. Здесь прозвучали очень серьезные слова. На этой конференции, особенно для служителей, были очень мощные вещи, над которыми еще стоит подумать. Потому что пастор Генри – человек другого видения. Пусть вас Бог благословит. И не со всеми мы увидимся, потому что кто-то уже разъедется по своим городам, по своим служениям. Но завтра у нас будет проповедовать замечательный проповедник Анатолий Макляк. Дайте его книжечку, пожалуйста. И он очень нестандартный служитель. Я имею в виду в позитивном плане. Таких служителей не так много, я лично считаю. И он написал очень интересную книгу. Рекомендую вам ее приобрести. «Каждый может видеть небеса». Это его духовный опыт, переживания небесные. И завтра в 11 часов мы будем слушать этого прекрасного проповедника из Казахстана, из города Костанай. Ой, да. Да, я долго учил, как это правильно будет звучать. Вот. И слава Богу за то, что есть. Также все мои друзья, пастыри, кто приехал, перечислять не буду, их много. Да благословит вас всех Господь. У нас было хорошее время, правда? И завтра будет еще замечательное в 11 часов. Дорогие мои, несмотря на морозы, вы это сделали. Да благословит вас Господь. Аминь. Давайте еще с дерзновением прославим Господа. Дорогие мои, несмотря на морозы, И вновь небеса потяжелели. Я слышу ветер перемен. И подо мной земля готова. Уже вот Бог пройдется дождь. Пойдется дождь. Е-е-е. Живой в огонь у небеса наполня чистые сердца. Дождь, ждет. Дождь, ждет. На земле и повсюду увидишь. Дождь, ждет. Вся земля мое приспешит. Дождь, ждет. Сердце бьется на мое. Дождь, ждет. Дождь, ждет. Дождь, ждет. И вот опять трепещет сердце. Дождь, ждет. Пришла пора мечтать и мне. И скоро я исполню танец. На этой высочей земле. На этой высочей земле. На моей земле. Дождь, ждет. Дождь, ждет. На земле и повсюду увидишь. Дождь, ждет. Вся земля мое приспешит. Дождь, ждет. Сердце бьется на мое. Дождь, ждет. Небеса, небеса, небеса открыли. Жду дождя, ждет. Жду дождя, ждет. Сердце бьется. Дождь, ждет. Над землей повсюду увидишь. Дождь, ждет. Дождь, ждет. Вся земля мое. Гровь не реплить над всей землею. По воде пойдем с тобою. Дождь, ждет. Вера в небо путь открыт. По воде пойдем с тобою. Дождь, ждет. Небеса открыты. Жду дождя, сердца. Жду дождя, сердца. Жду дождя, сердца. Небеса открыты. Жду дождя, сердца. Жду дождя, сердца. Жду дождя, сердца. Жду дождя, сердца. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»